Ползин на пол, на пол, на пол, да, вот так, ага, да, да, да. А что это такое? Смотрим, смотрим. Что взяли-то? Сосисочница. А где сосиски? Дома, ждут. Хорошо, врачи, а вот и все, посмотрите. Это комбайн. Я хочу сделать баклажан. О, видно, не сладко. Дома, ждут. Дома, ждут. Дома, ждут. Продолжение следует... Продолжение следует... Что такое «Зеленая суббота» здесь, в Битцевском экоцентре? Дело в том, что сегодня «Зеленая суббота» стартовала сразу в 10 регионах Российской Федерации. И в Москве, разумеется, тоже здесь, в экоцентре Битцевский лес. И еще она продолжится еще в пяти городах 30 апреля. Суть этой акции в том, что мы объединяемся, мы продлеваем жизнь вещей, мы их дарим, мы ими обмениваемся. Ведь циклическая экономика, экономика, понятие очень широкое. И, безусловно, там есть факторы, связанные и с тем, что производители, например, должны думать, а из каких материалов они производят новые товары, как их будут потом утилизировать, тяжело ли, легко ли, можно ли им дать вторую жизнь. Безусловно, конечно, и мы с вами должны, скажем так, несколько изменить нашу парадигму. Может быть, где-то не гнаться за новинками, может быть, где-то что-то отремонтировать или отдать кому-то вещь, которая сейчас уже тебе не нужна. Может быть, какая-то импульсивная покупка, может быть, не самый удачный подарок. Но кому-то он, может быть, безусловно, нужен. И вот такая простая акция, формирующая самые простые экологические привычки, на самом деле может принести огромную пользу для нашей планеты. И это не только сокращение, скажем так, мусора на полигоны, но и это, на самом деле, помощь даже людям в этой непростой существующей экономической ситуации. Ну и просто, как говорят, плюс 100-500 в карму, мы сегодня все порадуем друг друга, ну, потому что дарить это всегда приятно. Скажите, по вашему опыту, кто больше приносит, молодые или пожилые вещи для обмена, для сдачи? Вы знаете, бывает всегда очень по-разному. И на тех акциях, которые уже проходили, например, в городе Матище, людей очень много и люди очень разные. Единственное, что их объединяет, это какие-то, знаете, очень светлые и горящие глаза. Критерии для приема вещей какие? Сегодня, 23 апреля, мы принимаем обязательно работающую, чистую, именно электронную бытовую технику. Акция будет ежемесячной. Например, в мае будем обмениваться аксессуарами, обувью, одеждой. В июне это будут книги, настольные игры, детские игрушки. Так, каждый месяц разная тематика. Можно заходить на сайт, смотреть, чем будем обмениваться в следующем месяце. Возвраты были с претензиями? Ну вот давайте мы сегодня, так сказать, проанализируем акцию, посмотрим, как все будет проходить в разных городах. И потом уже сделаем работу над ошибками. Ну, удачи вам. Если потребуется. Удачи. Спасибо. Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кальбачевский. Сегодня у нас произошел старт акции «Зеленая суббота». Основная идея этой акции, для того, чтобы собрать дома, посмотреть, скажем так, хозяйским взглядом, оценить, что тебе не нужно. Вот это вот ненужное принести в наши эко-центры, которые находятся практически во всех округах административных нашего города. Ну и выбрать себе что-то нужное и полезное. То есть это такой обмен, скажем так, ненужными вещами. Хотя для кого-то что-то нужно, для кого-то что-то не нужно. Поэтому я сегодня тоже принял участие в этой акции, принес кофемашину и взял такую подставку с подогревом на контейнер для еды. Что, в принципе, для меня, наверное, будет в будущем полезным. Потому что очень часто приходится куда-то выезжать, беру с собой еду. Вот как раз для того, чтобы она не остывала, то этот непосредственный контейнер мне поможет. Всех призываю принимать участие в этой акции, потому что она позволяет нам не выбрасывать то ненужное в утиль. И не тратить силы на утилизацию. То есть вот в этом смысле, конечно, эта акция, она очень полезна. Но и, наверное, то, что все-таки окажется никому не нужно, в любом случае мы гарантировали у утилизатора акции, что это будет переработана правильным, надлежащим адресом. Зеленая суббота!